Добрый день, коллеги! Меня зовут Федос Александр, я технический эксперт компании Сингента. Сейчас мы находимся в центре Ростовской области, Багаевский район, хозяйство ООО «Багаевская агро». Сейчас мы находимся на варианте «Вайберс интеграл» 3 миллиона 120 килограмм в физическом весе. Сегодня у нас 6 июня, сформировался урожай. Это уже продуктивный стеблистой. Хотелось бы вам продемонстрировать, чего мы добились, достигли при этой густоте, при этом агрофоне и при этих условиях возделывания зерновых. Вот взяли мы 3 колоса. И что мы видим? Сорт Таня, на самом деле, она средний колос и сорт. Мы начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, от 8 до 9 колосков заложено в колосе. Сколько зерновок сформировало с центра. Смотрим. Молочной спелости получается, сейчас находится культура в данный момент. Второе зернышко, третье зернышко. И даже если взять нам вверх-вниз, о чем я говорил. Раз, два. И вверх, макушечка. Как правило, она недовыполняется. Здесь все выполнено. Будет налив зерна, будет по одному зернышку, вверху и внизу, а здесь по два. У нас 6,66 коэффициент. 109 растений мы умножаем на 6,66. В данный момент у нас 725 растений на квадратном метре. Если это перевести на площадь гектара, это 7 миллионов 250 растений продуктивных, с колосом уже, на одном гектаре. Вот и весь результат с вайбрансом интеграл. За счет вторичной корневой системы вайбранс интеграл сделал вот такой продуктивный стеблистой. Сейчас мы находимся на втором варианте. Вайбранс интеграл 5 миллионов, 200 килограмм в физическом весе. Теперь я посчитаю густоту. Здесь на погонном метре вайбранс интеграл 5 миллион высевалось. И что мы сейчас видим продуктивный стеблистой. Сеяли мы 3 миллиона, получили 7,250. И в данный момент здесь, даже без подсчета, у нас такая же густота получилась, как и на вайбранс 3. Смотрите, да, вайбранс интеграл, о чем говорит. Если почва даже здесь взять, она сухая почва уже в верхнем слое. Все волоски, все живое. И как это мы обратим на что внимание? Почва осталась на корнях, значит корневая часть вся абсолютно живая. Много очень волосков, и даже вот беру я рукой, влаги абсолютно нету. Но корни все равно пытаются докачивать, докачивают, докачивают до урожайности. И корневая часть абсолютно вся чистая. Даже еще можно посмотреть, с узла окущения новый прирост, даже на эту дату, на 6 июня, есть корешки. Вот вторичная корневая система, вся в волосках, вся живая, вся в почве. То есть корневая система на эту дату работает активно. Как подземная часть, абсолютно вся здоровая, вся живая, так и надземная часть. Все растение, стебелек к стебельку, то есть все абсолютно зелененькое. Обратите внимание, колосок, цветение прошло, налив идет, подфлаговый лист. То есть растение абсолютно здоровое. Выводы. Не стоит землю удобрять зерном. 200 и 120 килограмм, разница 80 килограмм. 80 килограмм на 10 тысяч гектар, это 800 тонн семенного материала. 800 тонн семенного материала по 20 рублей. Вот и разница. 16 миллионов рублей на 10 тысяч гектар. Если хорошие благоприятные погодные условия, повторюсь еще раз. В оптимальных сроках сева 3-4 миллиона больше не надо высевать. По хорошему агрофону, по хорошему предшественникам. Субтитры создавал DimaTorzok